...проявление, апофеозом которого стало вообще просто захват нашей алюминиевой промышленности американцами. Теперь российской алюминиевой промышленности командует казначейство США. Какой здесь защита правособственности? Чем государство вообще с точки зрения национальной безопасности даже не вмешалось в рейдерство со стороны американских властей, которые посредством санкций просто нагло присвоили себе всю российскую алюминиевую промышленность вместе с гидроэлектростанциями. Это поразительно. Прямо сейчас Академия Глазьев, гость нашей студии прямо в эфир, Сергей Юрьевич, добрый вечер, рад видеть. Добрый вечер. Правда, тема нашего разговора не очень добрая. То есть получается, что целые активы и направления, отрасль под контролем уже внешним находится. Помимо того, что внутри происходит криминализация и рейдерские захваты. Можете более подробно пояснить, в какой ситуации мы все оказались? Ну, вообще-то, то, о чем сейчас я говорил сегодня на круглом столе, это, конечно, верхушка айсберга. Но она наиболее одиозная, потому что нам, американцы, говорят, что нужно приватизировать, искать эффективного собственника. Вот у нас был эффективный собственник, частная компания «Русал». Очень хорошо котировалась, вообще великолепная отчетность. Казалось бы, зачем ее захватывать? Ну, вот американским законодателям захотелось отобрать эту компанию у частного собственника, или у группы частных собственников. И теперь эта компания национализирована, но национализирована не российскими государственными властями, а американскими. Американское казначейство назначает совет директоров, компания, которая, вообще говоря, имеет в качестве своих мощностей не только заводы, построенные за государственный счет в свое время, еще в советское время, но и гидроэлектростанции, вместе с водохранилищами, которые, вообще говоря, являются нашей общенародной собственностью. Это не наши, это американцев. Я, честно вам скажу, я обалдел в этот момент. Вот такая у нас реальность. Я могу объяснить, почему это произошло? Для чего делается алюминиевая промышленность? Для самолетов, для окон, для огромного количества приборов и материалов. И нам никогда не хватало алюминия. Но когда вся обрабатывающая промышленность схлопнулась, мы перестали делать свои самолеты, алюминия получилось избыточное количество. А что такое алюминий? Алюминий – это веществленная электроэнергия, по сути, по структуре своей себестоимости. Гидроэлектростанции работают, алюминий выплавляется. Но куда-то девать. Поскольку отечественная промышленность уже его не потребляет, мы покупаем самолеты за рубежом, мы покупаем даже оконные рамы за границей, мы фольгу покупаем за границей. То есть мы алюминий отдаем туда, поэтому, соответственно, если нам перекрывают экспорт алюминия, значит, мы с этим алюминием остаемся внутри страны. Плюс еще надо подвести под алюминий бокситы или глинозем. Нам его не хватает, мы его импортируем. Поэтому американцы сделали очень просто. Они сказали, мы перекрываем экспорт вам и закрываем импорт. Любые структуры, которые будут кредитовать ваши операции, будут под санкциями.